Взяли анализ крови у коровы и сделали прививку против, наверное, ящера. Вспышка ящера. В Собинском районе обнаружили опасный вирус. Как он попал в область и опасен ли для человека? В случае, который произошел в августе, он фактически показал нам, что наши несовершеннолетние не находятся в безопасности. Что происходит в ночных клубах и кто несет ответственность за несовершеннолетних? Во Владимире сегодня обсудили детский досуг. Это командная игра, очень важны взаимодействия и как раз мы показываем, как мы можем взаимодействовать так же и в реальном мире. За пределами законотворчества народные избранники сразились в чемпионате по водному полу. Кто оказался сильнее? Вы смотрите новости на 6 канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. ДТП со смертельным исходом. Трагедия произошла сегодня около часа ночи в Селивановском районе. Как сообщили в ГИБДД, на 13-м километре автодороги Красная Горбатка, Копнино, Ильинске, водитель автомобиля Лифан, 81-го года рождения, не справился с управлением. Машина с тремя пассажирами вылетела с дороги и врезала с дерева. Водители и пассажиры на переднем сидении погибли. По предварительным данным, мужчина не выбрал безопасную скорость движения при прохождении правого поворота, не справился с управлением и совершил съезд в Кювет с последующим наездом на дерево. В результате происшествия водитель автомобиля и пассажир, 1980-го года рождения, располагавшийся на переднем пассажирском сидении, от полученных травм скончался на месте происшествия. Также получили серьезные травмы два пассажира, находившиеся на заднем сидении. У них диагностированы ушибы, множественные порезы, ссадины. У женщины перелом рыбер. Они были госпитализированы. Вспышка ящура. В Собинском районе обнаружили опасный вирус. На ферме в деревне Вышманово заболевание нашли у коров. Чтобы не допустить распространения инфекции, скот в этом хозяйстве полностью уничтожат. Будут ли изымать животных в ближайших деревнях и насколько опасен вирус для человека, выясняла Ольга Федина. Корова для Юрия Спиридонова единственный способ выжить. Поэтому, когда мужчина узнал о вирусе ящура в их деревне, то сильно запереживал. Но уничтожать или изымать животное у фермера не стали. Дело обошлось профилактикой. Взяли анализ крови у коровы и сделали прививку против ящера. Они сразу по внешним признакам определили, что моя корова не больна. Нет никаких симптомов. Подозрение на инфекцию на ферме в деревне Вышманово появилось в минувшую субботу. Опасения специалистов подтвердились вчера. Ростельхознадзор сообщил, что на предприятии было обнаружено более 100 заболевших коров. Руководством области было принято решение об уничтожении всего поголовья скота на ферме. А это 800 животных. Сейчас во всем Собинском районе проводится срочная вакцинация скота. Более 80 тысяч прививочных доз направлены и в другие районы 33 региона. Вакцинация для хозяев животных проводится бесплатно. Средства на нее выделяются из федерального бюджета. Ящеру могут заболеть не только коровы. Вирус опасен для свиней, овец и коз. Со вчерашнего дня на всей территории деревни Вышманово объявлен карантин. Въезд в деревню теперь запрещен. Его охраняют сотрудники полиции. Дорога в сторону фермы открыта только для машин специальных служб. После выезда их обрабатывают дезинфицирующим раствором. На территории деревни работают и сотрудники МЧС. Для защиты от вируса они выдают маски. Вирус удалось выявить на ранней стадии. Руководство области рассчитывает, что благодаря этому его дальнейшего распространения удастся не допустить. На зараженную ферму уже доставлены дезинфицирующие средства. Полностью обследованы и сотрудники предприятия. В Белом доме пояснили, что самое важное сейчас быстро ликвидировать очаг вируса. Чиновники просят владельцев крупного рогатого скота отнестись с пониманием и не препятствовать вакцинации. Последняя вспышка вируса, по словам вице-губернатора, в 33 регионе была в 2007 году. Откуда ящер вдруг появился в Собинском районе сейчас, пока неизвестно. Власти не исключают, что это было сделано нарочно в целях провокации. Мы вместе с правоохранительными органами ведем активную работу, разбираемся. Вирус странный. Действительно, он больше для азиатской части, для Турции, для Ирана характерен. Возможен занос, возможно даже диверсия. Но сейчас этот вопрос как раз выясняется. Заразиться ящером может и человек, но только от животных. Либо при контакте, либо употребляя зараженные молочные продукты в сыром виде. Однако специалисты не опасаются, что может заболеть кто-то из жителей. Теоретически заразиться человек вирусом ящера может. Но таких фактов давно не наблюдалось в том числе среди сотрудников нашего института, которые работают с вирусом ящера. То есть на самом деле реальной опасности для людей нет. Только экономическая. Сегодня в МЧС в закрытом режиме прошло совещание по поводу вспышки вируса. О его результатах станет известно в ближайшие дни. Мы будем следить за развитием событий. Ольга Федина, Константин Миронов, Шестой канал. Кто отравил ручей? Жители улицы Левина поля обеспокоены. Вода в ручье, который находится по соседству, начала пениться и издавать неприятный запах. Опасно ли это для здоровья людей? Вместе с владимирскими экологами в вопросе разбиралась Влада Миткова. На этом родничке Анатолий берет воду уже больше четырех лет. Говорит, на вкус неплохая, да и альтернативы у него нет. На улице Левина поля остался только один действующий родник, внизу за железной дорогой. Утром он, как обычно, пришел с канистры набрать воду, но увидел нечто странное. Большой-большой гора пен. Ну, я сначала думал, кто-то пленку притащил, бросил. Когда подошел поближе, смотрю, это оказывается гора пены. Посмотрел в другую сторону, там тоже дальше, еще больше пены. Такую пену он увидел здесь впервые. Кстати, образовалась она в паре метров от ключика на ручье. Течет он здесь давно, а истоком его считается пруд выше. Как здесь оказалась пена с резким запахом, мужчина не понимает. В пруд попали какие-то ядовитые отходы, заявляет Анатолий. По его мнению, это может повлиять на качество воды в родничке. У нас сюда обычно течет чистый ручей. И никогда такого зловонного запаха здесь не было. Чистый ручей, в котором дальше выше к элеватору, там пруд. Там и утки водились все время. Все время люди ходили туда, гуляли и любовались этими утками. Что сейчас там. С вопросом, почему около источника чистой воды появилась сомнительная белая пена и запах, мы обратились в отдел по охране окружающей среды города Владимиром. Там нас заверили, что опасности для воды непосредственно из родника нет. Действительно, где-то в километре выше по течению, значит, пруд, был слитак какая-то химия. А сейчас мы, значит, разбираемся о том, когда был произведен слив. Ну, по-видимому, вчера с утра. И какая химия? По-видимому, небольшие объемы, потому что, значит, утки не пострадали, которые в этом пруду жили. Рядом с прудом есть завод и очистные сооружения. Но Сергей Сухопаров заверил нас, что они к сливу химикатов не причастны. Их, как оказалось, попало в воду совсем немного. Вероятнее всего, некая машина ночью вылила водоем химическую пенящуюся жидкость. Оттого и образовалась пена на ручье ниже. Кстати, очиститься вода должна сама постепенно. Если этого не произойдет, то заниматься очисткой ручья и пруда будет отдел по охране окружающей среды города Владимира. Эту ситуацию главный эколог города взял на контроль. Влада Миткова, Евгений Токарев, 6 канал. Где пропадают ночами дети? За этот год во Владимире зафиксировано почти три сотни нарушений комендантского часа для несовершеннолетних. Некоторые случаи для подростков закончились трагически. Кто отвечает, значные детские прогулки разбирались на круглом столе в управлении по делам молодежи. Получилось ли у спикеров прийти к общему мнению, расскажет Валерия Саенко. Они ходят по клубам, гуляют на улицах и сидят в кафе. В этом году в ночное время полицейские задержали на улице почти три сотни детей. А для одной девушки ночная вечеринка закончилась совсем плохо. Несовершеннолетнюю изнасиловали прямо в ночном клубе. Случай, который произошел в августе, он фактически показал нам о том, что наши несовершеннолетние не находятся в безопасности. И очень часто это зависит не только от них, от родителей, но и от посторонних людей. В области действует комендантский час. Детям беззрослых нельзя появляться на улице после 10 вечера зимой и после 11 летом. Несут ответственность за ночные вечеринки, в первую очередь, родители. Правда, наказание за нарушение комендантского часа маме с папой грозит смехотворное. От 100 до 500 рублей. Но многие, говорят психологи, об этой ответственности даже не знают. Может быть, это только Владимире. Может быть, так в Москве родители себя не ведут, когда к ним приезжает полиция. Они говорят, кто вы такие, это мой ребенок. То есть не знаю незаконность со стороны родителей. В этом году в ночных заведениях полицейские выловили 28 несовершеннолетних. Причем 9 из них на тот момент были уже под шофе. Сотрудники клубов прикрываются тем, что нынешняя молодежь выглядит лет на 10 старше своего возраста. Но теперь, уверяют сотрудники клубов, они исправились. Пускают только по паспортам. Вообще это было всегда, вообще во всех клубах раньше. Но, видимо, позабыли, как-то расслабились. И вот лето такое случилось, вот август. И таких случаев-то было и больше, просто где-то они не замечены. Сейчас можно ксерокопию сделать, на ней изменить дату и сказать, вот у меня ксерокопия. Но по закону, если ночные заведения пропустят подростка внутрь, никакого штрафа за это не получат. В случае с изнасилованной девушкой от клуба наказали только бармена. Мужчина заплатил 30 тысяч рублей за то, что продал девочке алкоголь. На круглом столе пришли к мнению, что нужно менять закон. Если юридические лица будут платить крупные штрафы, в клуб подростков не пустят. Такое предложение вполне возможно скоро внесут депутаты Молодежной Думы при Законодательном собрании области. Валерия Саенко, Евгений Токарев, Шестой канал. Учат учителей. Владимирскому институту развития образования 70 лет. На юбилейной встрече вспоминали, как все начиналось. Открыли институт в послевоенном 46-м. Тогда у него было всего 4 комнаты и 5 сотрудников. Сегодня 2 здания, 10 кафедр и 4 научные лаборатории. Институт повышает квалификацию учителей. А с недавних пор стал уделять внимание и детям. Готовят их к Олимпиадам по различным предметам. Открыл школу юных музееведов, в рамках которой рассказывает, как создать школьный музей. Особые направления – дистанционная работа с детьми-инвалидами и создание детского технопарка «Кванториум». Наша задача в том, что мы снабжаем этих детей техникой и помогаем родителям этих детей. А уроки ведут непосредственно педагоги, школьные учителя. В «Кванториуме» будут заниматься дети именно научно-техническим творчеством. Они будут разрабатывать свои проекты и потом эти проекты выносить на большие конкурсы. Сначала в ЦФО, в Центральном федеральном округе, потом на Россию и так далее. По случаю юбилея, кроме грамот сотрудникам, институт получил и подарки. Обл. администрация вручила ректору сертификат. Сумму не назвали, но надо полагать, что речь идет о 70 тысячах рублей. Потому что, как сказал директор департамента образования, сумма сертификата соответствует возрасту института. Зам. председателя ЗАГС Собрания, в свою очередь, подарила гравюру и поблагодарила институт за сотрудничество с депутатами. Его преподаватели постоянно консультируют законодательную власть по вопросам совершенствования системы образования. Основная задача института сделать так, чтобы наши преподаватели, наши педагоги все время шли в ногу со временем. Были в курсе последних педагогических разработок. Владели новыми технологиями. Институт внес, никто не может отрицать уникальный вклад, уникальный вклад в совершенствование системы переподготовки педагогических кадров и формирование интеллектуального потенциала нашего региона. Прямо сейчас, коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Следователи нашли труп. Речь идет о теле 64-летнего Бориса Иголкина. Напомним, в августе этого года мужчина не вернулся с дачи, а его исчезновение заявила жена. Подозрение в убийстве пало на знакомого пропавшего, жителя Юрьевпольского района Алексея Никитина. 17 октября сына известного Владимирского писателя задержали. Алексей Никитин менял показания и не говорил, где спрятал тело, но в итоге сообщил, что убитого приятеля захоронил на кладбище в районе Юрьевпольского. Образуют медицинский комплекс. В департаменте здравоохранения предложили объединить 6-ю городскую больницу в Юрьевце с 1-й поликлиникой Владимира. В облздраве проанализировали работу двух медучреждений, оценили эффективность и количество кадров. В Юрьевецкой больнице не хватает специалистов узкого профиля, а мощность 1-й поликлиники не соответствует количеству прикрепленного населения. После возможного объединения появится городская поликлиника номер один с одним главврачом в Юрьевце, который будет распределять потоки специалистов. Вопрос об объединении двух медицинских учреждений рассмотрят депутаты горсовета. Штраф за болельщиков. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал клубы «Торпеда» Владимир и текстильщик Иванова за драку, устроенную болельщиками. Напомним, она вспыхнула во время встречи 16 октября. Столкновение произошло в перерыве между таймами прямо на игровом поле малой спортивной арены Владимирского стадиона «Торпеда». Владимирцев оштрафовали на 50 тысяч рублей за драку, скандирование оскорбительных выражений болельщиками и необеспечение должной безопасности на стадионе. На «Торпеда» наложили дополнительную санкцию. Домашний матч 6 ноября с питерским «Динамо» команды проведут без зрителей. А теперь вернемся к главной теме вчерашнего выпуска. Напомню, накануне стало известно, что трое подростков издевались над постояльцами психоневрологического диспансера. Мальчики избивали больных людей и бросали в них кирпичами. Почему дети так жестокие? Этот вопрос мы адресовали детскому омбудсмену. Сегодня гость студии 6 канала Геннадий Прохорчев. Геннадий Леонардович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, виделись ли вы с этими мальчиками и с их родителями? Разговаривали ли вы с ними? Вы знаете, вчера мы виделись в центре, где сейчас содержатся подростки. С каждым из них разговаривали, с родителями не встречались. Но вот какое впечатление эти дети на вас произвели? Вы сказали «жестокость». Вот вчера данный термин, у меня как-то внутри сомнение возникло. Жестокость ли это? И когда уже по мере того, как я поговорил с одним подростком старшим, 15-летним, другим и третьим, я понял, что вы знаете, но это мое, наверное, субъективное мнение, в связи с тем, что оно не может быть вот таким заключительным, в том, что все-таки это не жестокость. Это отсутствие, отсутствие внутри качества вот этого, которого есть во всех нас, качества и чувства сострадания, чувства того, что есть и знания того, того, что есть другие люди, люди с инвалидностью и с психическими заболеваниями. А самое главное, я понял одно – это не выброс адреналина и выброс, когда мы говорим о жестокости, что со мной так относятся, я такой жестокий, мне нужно куда-то выбросить. Это, я его просто в кавычке, этот термин – это убийство свободного времени. Вообще в их сознании не существует, просто не существует, они не научены, они не знают, что это такое боль, что такое добро, что такое зло. И когда я начал дальше глубже копать, у всех троих, первое, смотрите, мамы воспитывают одни, папы рядом нет, нет мужского воспитания, образования, когда мы говорим, что рядом отец, который говорит о чести, о достоинстве, о отношении, может быть, к слабому. Второе – то, что они родителям не нужны, не нужны, никто из них. И третье – то, что ни один из них не является участником ни одного кружка, ни одной секции. У них огромное количество свободного времени. То есть лекарство для этих подростков, для таких подростков, оно одно? То есть занятие как можно больше различными секциями, кружками? Да, ребенок должен быть занят. Занят обучением, занят подготовкой в школе и занят во внеурочное время. Но немаловажное, что я понял в разговоре с ними, у них отсутствует, вот это, как я уже сказал, степень сострадания. Где они могут научиться? Значит, вот в школах, в образовательных организациях должен быть некий курс для того, чтобы подростки проходили некую, может быть, мы говорим, подготовку в данных учреждениях. Вот мы разговариваем с ним, а ты знал, что такие вообще люди есть? Нет, не знал. Я говорю, ты понимаешь, что ты хуже его? Он не понимает. Конечно, вчера, разговаривая с ними, мы говорили о том, что наказание, конечно, в соответствии с федеральным законом вы получите. То есть вот сейчас их поместили на 30 суток. Решение суда, слава богу, сегодня вступило в силу. И я благодарен судейскому корпусу, они приняли правильное решение. Наказание должно быть. Но это недостаточно, потому что отсидев в данном центре 30 суток, ну, будут работать с ними психологи, педагоги, это недостаточно. Данные подростки должны отработать какое-то время вот в таких учреждениях. Увидеть вот те страдания, которые проходят вот у людей, которые подвержены данным заболеваниям. Они не знают, что это такое. Если ребенок не прошел, не увидел это глазами, ну, мало вероятности, что он сможет это принять на себя. Прочувствовать. Прочувствовать, да. Когда происходит трагедия в семье, вот тогда, может быть, это происходит. А если нет этого, ну, другого не дано. Поэтому это вот уже очередной звонок, уже третий звонок в нашем регионе о том, что нужно принимать кардинальные меры. И те меры, которые принимаются, они просто недостаточны. Спасибо, Геннадий Леонардович. И я напомню, только что мы беседовали с уполномоченным по правам ребенка Владимирской области Геннадием Прохорычевым. И последнее. Как проводят вечера народные избранники? Турнир по водному полу устроили между собой владимирские депутаты и чиновники. В борьбу вступили четыре команды от Законодательного собрания области и администрации Суздальского района. Игры провели в новом бассейне, который недавно открылся в селе Добрынское. О борьбе с законодательной и исполнительной власти на воде в материале Валентины Мартыновой. На воде и в зале в этот день было неспокойно. Болельщики активно поддерживали игроков, а те упорно боролись за победу. Турнир по водному полу устроили между собой представители власти. На воде встретились четыре команды. Депутаты Законодательного собрания, представители Молодежной думы, Совета молодых депутатов и администрации Суздальского района. Провести такой необычный турнир предложили члены Молодежной думы. Идея родилась во время форума «Россия – спортивная держава». В водное полу играю не первый раз. Впечатление, естественно, крайне положительное. Это командная игра, очень важны взаимодействия. И как раз мы показываем, как мы можем взаимодействовать так же и в реальном мире. Идея вообще, это, кстати, еще взаимосвязано с «Россия – спортивная держава». Форум, который проходил рядом с Ковровым. Это все взаимосвязано как раз с поддержкой спорта, развития. Соревнования прошли по стандартной для турнира круговой системе. Победитель определился по количеству заработанных очков. Им стала команда молододумцев. Спортсменам вручили абонемент в бассейн. Серебро завоевали хозяева воды. Администрация Суздальского района. Команде Законодательного собрания досталась бронза. Но третье место депутатов не расстроило, пояснил председатель Законодательного собрания Владимир Киселев. Сам он в водное поло играл впервые и результатом остался доволен. Я занимался плаванием, а в водный пол ни разу не играл. Если кто-то занимается плаванием или хотя бы плавает, то нужно обязательно создавать такие команды и пытаться играть, потому что на самом деле огромное количество эмоций. По словам Владимира Киселева, бассейн в селе Добрынское начинали строить еще в 1994 году прошлого столетия. И только благодаря нынешнему губернатору дело сдвинулось с места. Бассейн построили за год. Сейчас здесь две чаши. Малая для детей и для взрослых большая на 25 метров. Изначально этот бассейн строился, конечно, для детишек судовского района, для школьников, для детских садов. Но также мы готовы принимать людей из соседних районов, ну и из города Владимир в том числе. В планах руководства дополнительно сделать зал групповых занятий и тренажерный зал. Валентина Мартынова, 6 канал. Это все, о чем вам успели рассказать. Еще больше новостей ищите на нашем сайте 6tv.ru. Ну а прямо сейчас еще немного полезной информации. Прогноз погоды. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи.